Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня у нас нежданный эфирчик, но у меня появилось время. Я, как всегда, подумала, что грех им не воспользоваться. Тем более, у меня есть сегодня обалденная тема. И я хочу поговорить сегодня с вами о том, что мы называем большими проблемами, большими неудачами и всем тем, что, ну, просто заставляет нашу жизнь перевернуться с ног на голову. Как красиво! Так, значит, я вас предупреждаю. Во-первых, я сейчас буду покупать кофе, вы должны это пережить, но тема обалденная. Честно говоря, когда я сама начала в нее погружаться, она меня настолько вдохновила, и я проанализировала раба в свою жизнь, поняла, что это шикарно работает. Я, кстати, вчера немножко притерла машину, у меня стал пищать парктроник, так что не обессудьте. Итак, о каких проблемах мы вообще говорим? Что мы имеем в виду? Часто люди говорят мне, ну, Оль, ну вот здорово, такие позитивные, перенастрой себя, вау, все круто. Но что, если, точнее, когда происходят такие вещи, с которыми ты, к которым ты не готова? Развод. Ну, понятно, расходятся люди, начинает что-то деребаниться, начинается выяснение каких-то отношений, все вот это вот, простите, говнище начинает вылазить очень часто. Нельзя к этому быть готовым. Ну, если это все плавно, как бы к этому не шло, или если вы не инициатор этого развода. Второй момент, какая-нибудь стерто-стерто заболевание, да, что-то такое, к чему ты не готов. Какая-то чрезвычайная ситуация, которая называется кризисная, которая является такой неподготовленной, когда бах, и это произошло, и ты не знаешь, что делать. И вот как быть в этих ситуациях, каким образом, возможно, себя из них вытащить. Потому что я, когда, ну, очень много людей у меня в окружении поразводились, и очень часто эти истории были такие, да он сволочь, он гад, ну, потому что женщины обычно жалуются, мужчины очень редко на эту тему говорят. Нет, я осталась вот с ребенком, там, мне теперь это все тащить, или там, например, фиг с ним, да кто, он без меня, он говно, я его сделала. И не важно, насколько там проблема в финансах или еще в чем-то, вот эта вся боль начинает фонтанировать, вылазить. И, конечно же, вопрос самообладания, ну, он, как бы, мягко говоря, находится под вопросом. Еще момент, что это, да, может быть, вы можете предложить какие-то варианты, которые происходят. Но это являются теми кризисными точками, о которых я часто говорю, когда вы не подготовлены. Я это называю перчик чили. Это, знаете, когда вы заказали себе вкусненький салатик, вы его кушаете, все прекрасно, да, все замечательно, он вам очень сильно нравится. И вдруг, внезапно, у вас начинается, простите, вообще просто жуткое жжение. Когда-то был мультик про собачку Соню, которая там с перцем что-то съела, и у нее во рту начинается пожар. То есть подготовиться к этому, когда ты не заказывал себе, то есть когда ты не сам решил себя вбросить в это, да, то есть ты решил какие-то изменения произвести в свою жизнь, а ты все собираешься. На самом-то деле момент какой, на который я хочу, во-первых, обратить ваше внимание. Когда люди очень часто обращаются ко мне, приходят на марафон или в личных каких-то консультациях, работах, они говорят, вот все правильно ты говоришь, но я вот представляю, что да, моя жизнь, когда я начинаю думать о той жизни, которую я хочу, она совсем выглядит не так, как сейчас, но она же не плохая. У меня в принципе есть какие-то отношения. Да, это не самые лучшие отношения, да, я хотела бы иметь другие или хотела бы иметь другие отношения, но что, если будет хуже? Ах, господи, этот звук замечательный, будет мне напоминать, что нечего смотреть на дороге сообщения. Итак, то есть когда у нас, о чем я говорю, когда у нас все на 5-7 баллов, у нас, нам не хватает толчка для изменений, даже когда мы понимаем, что нам эти изменения нужны. А вот когда перчик чили у тебя во рту, то есть с тобой это произошло внезапно, у тебя нет выбора. Тебе необходимо, ты уже в ситуации, ты уже в кризисной ситуации, и тебе необходимо решать нечто. Вот сейчас мне надо решить, друзья, платить картой. Все, я уже решила. Сейчас я подъеду, закажу свой кофе, буду спокойно жить. Итак, все просто приехали в Макдональдс, поскольку локдаун, это единственная тусовочная точка. Итак, перчик чили у нас во рту, держимся за эту ниточку. На самом-то деле, со стороны человека, когда мы находимся вот со стороны, мы можем с вами сказать, что это офигенно. Потому что ты сталкиваешься фейс-то-фейс и ту проблему, которую ты не мог решить, там, что-то не то на работе, что-то тебя не удовлетворяет в отношениях, что-то там ты ходишь, ее кажется, тут тебе все, ее нужно решать. И со стороны ты говоришь подруге, блин, ну это же так классно, это же супер, наконец-то ты разойдешься с этим мудаком. Но в своей жизни, когда это происходит, может, он уже и не такой мудак, а может быть, и вот эти вот куча всяких, я не психолог, слава богу, но куча всяких этапов, которые мы переживаем, они ясны, да? То есть сначала мы ненавидим, потом мы начинаем сожалеть, потом мы начинаем вспоминать хорошее, потом мы начинаем пытаться что-то склеить обратно, потом мы опять ненавидим, понимаем, что никогда не простим, уже нету доверия. Так, короче, начинается вся вот эта катавасия, и так или иначе, ничего хорошего из этого не получается, я заказываю кофе. Здравствуйте. Здравствуйте, будьте добры, два лата. Нет, я не знаю, зачем два лата. Еще раз. Нет, спасибо большое, больше ничего у нас пошло. Спасибо. Я не знаю, зачем два лата, но на всякий случай. Смотрите, если настолько накрыло, что не можешь выплыть, вот давайте, сейчас мы будем об этом как раз говорить. Это перец чили. Все, я дохну. У меня, например, когда перец чили попадает в рот, это пиздос, ну простите, пожалуйста, за эту фразу, но это действительно так. Все, ты горишь в аду, ты понимаешь, ты уже не готовишься попробовать перец чили, ты не думаешь в этом, ты, блядь, только что его съел. Все, это произошло. То же самое происходит вот с такими штуками. Это с тобой. И первая ситуация, я сейчас умру, да, я сейчас сдохну. Ну, у меня это похоже еще на роды. Я помню, когда я рожала Алису, я поняла в какой-то момент, что все, я лучше сдохну, никого не рожу, но только прекратите, пожалуйста, это невозможно. Это период моих схваток был. Итак, теперь давайте посмотрим с вами на такую интересную штуку, что по сути, что произошло, анализируем с вами со стороны, что в этот момент происходит. Мозг купируется, он перестает вообще соображать, что происходит. У него пипец, он не готов. Мы называем это сразу кризис, капец, кошмар, ну, все плохие слова, не хочется жить, дышать, писать, какать, ничего не хочется, все, хочется, ну, выключиться. Первый момент, что нужно понимать. Сейчас, ребят, простите, пожалуйста, этот гребаный кофе, мне уже стыдно перед вами, ну, просто такая была очередь. Здравствуйте. Да. Все, у нас все произошло, я сейчас. Спасибо. Я еще заберу два стакана сейчас, и все, мы будем с вами, я обещаю, мы больше не будем прерываться. Просто мы обязаны это сделать. Здравствуйте. Спасибо. Если что, тут никого нету. А то сейчас муж скажет, кому ты, кому ты кофе, Юрмилова, я ж боюсь, переживаю за здоровьем мужа. Так, погнали. Сейчас. Еще, ребята, я сейчас припаркуюсь, потому что вчера я все-таки врезала дядю. Главное, у меня машина классная, с ней ничего не случилось, дяде повезло не так сильно. Но, тем не менее. О, сейчас, 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 сейчас. Сейчас мы припаркуемся. Все, я вся ваша, Глаша. Итак, что произошло? Что происходит, когда вот эта вот вся ситуация накрывает? Первое, что вы должны осознать и понять, ну вот сейчас хотя бы, пока вас не накрыло, что кризис и возможность это одно и то же. Не потому что иероглиф китайский обозначает эти два значения один и тот же, а потому что так бы вы хрен собрались. Вот вы должны понимать, что когда нас вот это рыльцем впихнули, это наша прекрасная возможность изменить. Мы, к сожалению, люди, вот женщины, я о женщинах знаю больше, чем о мужчинах. Женщины начинают жалеть, думать, шаг вперед, три шага назад. Очень сложно. Когда что-то происходит в отношениях или в работе, тебя уволили, все. Вначале, конечно, катастрофа. Но первое, что вы должны себе сказать, вот просто запоминайте. Вы же уже чуть-чуть меня смотрите, вы уже знаете, что наш мозг программируем. И в любой ситуации мы с вами слышали про медальку, на которую можно посмотреть с двух сторон. С одной стороны будет мак-кафе, с другой стороны какая-то хрень написана. То же самое и в жизни. Что происходит? Первое, что вы должны себе сказать, офигенно, крутейшая вообще возможность. Спасибо. И посмотреть, выключить в себе вот этого человека, я сейчас умру, все плохо, вы всегда успеете умереть. Всегда успеет быть все плохо, просто уберите вот эту вот прям насильное от себя и скажите, «Давай рассмотрим хорошие стороны этого действия. Давай посмотрим на это с тобой, как на возможность, фантастическую возможность к изменениям». Ну, давайте рассмотрим с вами какую-то ситуацию. Например, развод. Происходит развод, рассошлись вы, неважно, гражданские, негражданские, дети, вообще неважно. Просто вы расходитесь, два человека расходятся. И у одного из людей начинается вот это «ааааа», «как жить дальше?». Первое, что вы должны задать себе честно вопрос, честно. Были ли это, простите, я буду сегодня немножко с эмоциями, охуитительные отношения? Вот были ли это те отношения, которые просто пипец? Я вам могу дать правую и левую руку, что нет. Потому что если бы они на самом деле такими были, то вы бы не разошлись. Да, начинается, если у вас начинается такая часть. Да я для него, да я за него, да я ему всё, да он благодаря мне. Это всё как бы ваши маминские притчи. Это у вас включилась мать, которая, значит, его воспитала, причесывала, вложилась. Это ваши эротические фантазии на тему. Мы выключаем это, потому что отношения между мужчиной и женщиной, это не я для него, это мы друг для друга. Поэтому задайте себе следующий вопрос, а он что для меня? И если у вас пойдут предъявы, они у вас точно пойдут, то скажите себе, но неужели, неужели это то, что я для себя хотела? И задаем себе следующий логический вопрос. А почему тогда, если можно выписать все претензии на него, что он не так, во всём, в сексе, во внимании, ну прям включитесь по полной, в подарках, в деньгах, в моих мечтах, в моих целях, эгоизм, бля, включите и посмотрите на эту ситуацию так. Так, вы сразу же увидите набор того, что эти отношения, у нас не стоит задача обосрать мужчину, да не дай бог. У нас стоит задача трезво посмотреть, например, на отношения. И тогда мы понимаем, что эти отношения не были идеальными. Соответственно, какая возможность у нас появляется? У нас появляется возможность создать идеальные отношения. Первая возможность, которая у нас появляется. Создать те отношения, которые бы мне хотелось. И следующий удивительный, фантастический вопрос, который рождается, о каких отношениях мне бы хотелось? И вот здесь включается следующая история, потому что многие женщины начинают, да я же многого не хотела. Вот на этом ставим точку. Если вы говорите, что я же многого не хотела и на многое не претендовала, то мы видим большую работу, это не проблема, мы видим большую работу, которую вам надо произвести прежде всего с собой. А почему вы многого не хотели? Почему? Потому что, и дальше нужно разбираться, вы считаете, что вы недостаточно хороши. Вы считаете, что вы не настолько привлекательны, умны, что вы не способны заинтересовать такого мужчину. Если вы схлопываете свои ожидания, мне не нужно много было денег, а почему вам не нужно было много денег? Вы не хотите жить с успешным мужчиной. А знаете, почему вы не хотите жить с успешным мужчиной? Потому что вы знаете, что вы ему не соответствуете. Потому что вы боитесь, что успешный, красивый, классный мужик будет от вас гулять. А почему? Потому что вы еще не соответствуете ему. И вот здесь зарыто главное. Проблема-то всегда в нас. Проблема не в женщине или не в мужчине. Просто в каждом человеке, когда у него что-то в жизни не складывается, вопросы всегда нужно адресовать самим себе. Это то, что вы должны понимать. Не он или она, или они, или оно. А потому что вопросы нужно адресовать всегда себе. Почему я позволила быть в этих отношениях? Я неоднократно рассказываю эту чудесную историю, но у меня были потрясающие отношения. Мне казалось, что они длились вечно, они длились не так много лет, как оказалось. Но для меня они стали такими, знаете, вездесущими. Я на почве этих отношений написала свою новую историю, потому что в них был полный пример того, каких отношений быть в моей жизни не должно. И я вам хочу сказать, что я прекрасно знаю, что такое находиться рядом с мужчиной и пытаться идеализировать его в своих глазах просто потому, что ты боишься потерять эти отношения. А почему ты боишься их потерять? Потому что вместо того, чтобы расти самостоятельно, развиваться, ты начинаешь себя пугать тем, что других у тебя не будет, что это и так самый лучший вариант, что другие говорят, что у них еще хуже. Ты не хочешь заниматься собственным ростом, ты боишься отделиться. Ты боишься отделиться и развиваться, и идти дальше. И я в какой-то момент очень четко поняла, что в моей жизни могут быть много мужчин, много женщин, много людей, много всего. Не потому что я всего этого хочу, а потому что это жизнь. Она длинная, она разная. Люди находятся друг с другом до тех пор, пока им интересно вместе. И самое ошибочное и дурацкое, что мы можем делать, это заставлять себя находиться с другим человеком, не развиваясь самостоятельно, потому что если вы чувствуете, что вам дискомфортно, значит, вы идете в разные стороны, и вы заставляете себя остановиться. И это самое глупое, что мы можем делать. Поэтому в какой-то момент я поняла, что я у себя самый главный и важный человек. Единственный. Я сама у себя есть. Все. Это самое главное. И мне крайне важно понять, чего я хочу, что для меня важно. И дальше подстраивать свои отношения с одним мужчиной или в течение жизни с сотней мужчин. Но двигаясь, и если партнер двигается рядом со мной, значит, мне интересно. А если он не двигается или начинает двигаться в другую сторону, значит, нам необходимо разойтись. Итак, давайте вернемся все-таки в наш перец Чили. Случился кризис, развод, разошлись. И начинается самобичевание, горевание, да он козел. Первое правило, которое я для себя взяла в любой ситуации, которая происходит, не кто-то козел и не кто-то идиот. Я не козлина, не идиотка, ни в коем случае. Вопрос во мне. Что же такого произошло во мне, что я создала эту ситуацию? Почему так произошло? Почему мы разошлись? Очень часто я понимала, например, в своей жизни, что мои сожаления о расставании лишь потому, что просто это расставание произошло. Это как пластырь оторвать от кожи. То есть просто ты к этому не готов. Просто иногда тебе, типа, как это, особенно если он вас бросил, да? Он козлина, и он вас бросил. Вы-то его терпели, а он вас бросил. Вот нужно понять, что все это фигня. И что если такое произошло, то нужно поблагодарить, что эта ситуация произошла и вернуться к моменту того, о чего я хочу. Помните? А какие мои идеальные отношения? И, соответственно, взять и создать. Как создать? Прежде всего, уделить этому внимание и просто подумать об этом, прописать это, начать эту тему развивать у себя в голове. Я неоднократно, вы знаете, чем я занимаюсь. Я занимаюсь ментальными практиками, я занимаюсь взаимосвязью между нашими мыслями и реальностью. И я неоднократно вам говорила, что пока в вашей голове не будет образа того, чего вы хотите или кого вы хотите, вы не сможете этого получить. И поэтому первое, за что мы можем поблагодарить ситуацию, это за то, что сейчас, благодаря тому, что, например, острое вот это вот лезвие прошло, у нас есть возможность, наконец-то, вместо того, чтобы себя обманывать, начать создавать какие-то новые отношения или начать создавать новую модель себя. Что такое болезнь? Болезнь – это прежде всего психосоматика. И если происходит какое-то заболевание, то происходит оно вследствие чего-то, что произошло в вашей голове. Обиды, боли, самобичевание, угнетение тенного состояния, что-то внутри. И болезнь, как правило, – это прекрасная возможность для того, чтобы, наконец-то, обратить на это внимание, а не продолжать жить так, как раньше. Поэтому любое стрессовое, большое такое кровоточащее событие – это возможность остановиться, увольнение или банкротство в бизнесе. Банкротство не происходит, как и увольнение, просто так. Это знак того, что вы занимаетесь не тем делом, делаете что-то не то и не так. Но людям свойственно очень страшно уволиться, очень страшно закрыть бизнес, очень страшно признать, что ты потерпел неудачу. Людям почему-то кажется, что… Ну нам, не людям, нам, мне тоже так казалось, что почему-то очень важно создавать видимость, образ и пытаться делать вид, что все нормально, вместо того, чтобы остановиться, закрыть книгу и дать себе возможность подумать над новым. Ведь не зря говорят, и в энергетическом плане это так работает, что когда одни двери закрываются, другие непременно открываются. Поэтому запомните и запечатлите, запечатайте себе это в голове, что кризис в такой – это всегда возможность. И первое, что необходимо сделать, это поблагодарить и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Помните? У меня появилась возможность создать новые отношения. У меня появилась возможность подумать над тем, какой я хочу быть в этих отношениях, что я хочу этим отношениям и могу дать. У меня есть прекрасная возможность понять, какой партнер мне нужен. Лично я, пережив серьезные неудачные отношения, очень четко смогла сформулировать для себя, чего больше никогда не будет в моих отношениях с мужчиной и чего никогда не будет в моей семье. Одно из такой очень важных пунктов, одним из, стало то, что я выросла в семье, где мой папа был алкоголиком. Моя мама развелась с ним, но папа очень много пил. Прям сильно много пил. У него он жил в параллельной реальности. Тем не менее, у него был то пожар в квартире, где он чуть не сгорел, когда он много выпил. Все время алкоголь этот присутствовал, и у меня сформировался большой страх перед алкоголем. В какой-то период времени мама вышла замуж, был прекрасный отчим, и потом он вдруг тоже начал пить. И когда я, мама снова с ним разошлась, и когда я начала свои первые серьезные отношения, мой парень был прототипом моего отца, и он очень много бухал, ну просто бухал. И я часто, он звонил мне по ночам и говорил, то его сбила машина, то значит что-то еще. И я очень много жила в этом алкоголе опять. Я все время умоляла его, как и моя мама моего отца, не пить. И у меня эта картина очень так долго стояла перед глазами. И когда я начала работать над собой, когда я начала работать со своим сознанием, я дала себе и начала создавать портрет своего мужчины, чтобы понимать, знаете, вот увидев его, я понимала, нам стоит дальше продолжать общаться или нет, вот какие-то вещи для себя. Я четко сформулировала, что мой мужчина не будет пить вообще, совсем, нисколько, ни капли, никак. Потому что у меня был мой отчим перед глазами, который сначала не пил совсем, пил чуть-чуть, знаете, как по праздникам, а потом ему понравилось пить. Я знала, что мой страх в состоянии притянуть ко мне алкоголик. Поэтому мой партнер не должен был пить. Мой муж не пьет от слова совсем. Я живу с ним 13 лет, он не пьет вообще. И это, кстати, было одним из пунктиков, когда я с ним познакомилась и узнала, что он не употребляет алкоголь. Это было одним из, знаете, пунктиков, по которым я узнала своего супруга. Типа, о, может быть, это он. Поэтому то, что мы должны создать для себя понимание, какого мужчину и каких отношений мы хотим, это факт. Когда я начала встречаться, например, уже со своим мужем, я перестала стесняться говорить ему те вещи, которые раньше стеснялись. Я стала ему говорить вслух о том, какого мужчину я для себя ищу. То есть я перестала ждать, думать, что он сам догадается. Или я стала ему говорить, что, ты знаешь, например, в какой-то ситуации, наверное, мы с тобой друг к другу не подойдем, потому что для меня это является неприемлемым. В моих отношениях это неприемлемо. И это помогло нам сформировать отношения, потому что я не верю в то, что встречаются две половинки. Ну, камон, я не верю в это. Мы за жизнь проживаем с вами несколько жизней. Каждый раз у нас формируется в разные периоды жизни новое мышление, которое формируется благодаря кризисам. Потому что именно в кризисной ситуации, когда у нас выбивается почва из-под ног, у нас появляется возможность сформировать себя других. Помните, когда в какой-то момент у вас было все хорошо, и у вас выросла корона, а потом у вас произошло все плохо, у вас упала корона, и вы себя стали по-другому вести. Вы поняли, что то, как вы себя вели раньше, и привело вас к той реальности, которая у вас появилась. Нас формируют отношения, нас формируют бизнес, нас формируют друзья, нас формируют среда, нас формируют очень много. И представьте себе, что вы за жизнь меняетесь неоднократно, перенеситесь на 10 лет назад, на 20 лет назад, и вспомните себя, посмотрите свои фотографии, вспомните какие-то ситуации, и вы увидите, что вы были по сути другим человеком. Когда люди говорят, вот почему они развелись, как так, были 10 лет в браке или 20 лет в браке, да потому что они поменялись, они сходились 18-летние или 30-летние, неважно, они сходились одними людьми, но ведь в процессе мы развиваемся. И очень часто бывает, что мы развиваемся в разные стороны с нашим партнером. Он развивается в чем-то своем, вы в чем-то своем, или один развивается, а второй не развивается. Мы входим в союз одними, потому что у нас есть общие интересы. Я часто привожу этот пример, когда женятся студенты. У нас классно, студенты, любовь, он самый классный парень на курсе, ты самая классная девчонка на курсе, все замечательно. Потом вы приходите во взрослую жизнь, у тебя складывается карьера, у него не складывается карьера. Тебе интересно одно, ему интересно другое. Ну, это нормально. Поэтому это нормально расходиться со своим партнером, когда ваши дороги идут в разные стороны. Ничего страшного в этом нет. Наоборот, этим ситуациям даже нужно радоваться, потому что у вас появляется возможность, когда вы это трезво оцениваете, у вас появляется возможность понять, что вы можете построить другие счастливые отношения. Когда люди говорят мне о том, что, о господи, мне уже 40 или мне уже 50. Ребят, да, ну, неужели вы считаете это возрастом? Мне тоже через 2,5 года будет 40. Это не вмещается в моей голове, но какая, собственно, разница, сколько вам лет? Вы же живы, вы же соображаете своей головой. Поэтому поставьте на первое место себя и свое желание быть счастливым человеком. Вот и все. И если ваши интересы расходятся, соответственно, ничего страшного. Непременно они расходятся не только у вас, у разных людей. Поэтому за свою жизнь мы можем с кем-то сходиться, расходиться. Вопрос в том, чтобы не быть жертвой чьей-то жизни. Потому что самое обидное, а такие истории очень часто, особенно у женщин, когда женщина говорит, да я же с ним давно не счастлива была, но я же ради него, для него, а он потом раз и ушел, к молодой, к старой, неважно. У меня еще, кстати, по поводу отношений, немножко я ушла от темы, которую начинала, ну уж простите. По поводу отношений существует такая очень интересная гипотеза, я ее уже озвучивала. У меня есть большой пласт взрослых подруг, которые меня старше порядка 10 лет, и у которых произошли разводы. И разводы, конечно же, произошли, когда мужчины, ну, кого-то нашли другого. И девочки все говорили одно и то же, что я прошла с ним большой путь, его становление, я была с ним во все эти моменты. Почему так? И я поняла очень хороший момент. Вы понимаете, на самом-то деле, мужчины действительно по факту являются детьми, и мудрая женщина проводит своего мужчину по жизни за руку. Она ему помогает, она его поддерживает, она его создает. Очень часто. Мудрая женщина это делает. Но что происходит с вами, когда вы были ребенком, мальчиком или девочкой, когда мама вас вырастила? Мама вас растит, 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 а потом наступает момент, когда вы очень хотите быть без мамы. Когда вы уже радуетесь в 10 лет, когда мама приходит, вас забирает, когда мама вас кормит, когда мама рядом с вами, а потом вам происходит там какой-то скачок, неважно, 14, 16, 18, и вы хотите быть без мамы. Вы хотите, чтобы мама не напоминала вам все время, что это она вас создала. Вы хотите быть самостоятельным. Вы хотите быть, мальчик 16-летний хочет быть самцом, понимаете, перед девочкой, не маменькиным сынком, которая мама кричит, Гриша, блин, ботинки застегни. Он хочет быть самостоятельным. То же самое часто происходит с мужчинами. Мужчина, когда становится на ноги, когда вот все у него уже он прошел, ему там 40 с небольшим, он хочет побыть для кого-то, не тем, вот как помнит, и вы ему говорите, мы же с тобой столько прошли. Он хочет побыть для кого-то, настоящим самцом. Он хочет побыть рядом с девочкой, неважно, с женщиной, девочкой, которая не проводила его за руку, для которой он великий и всемогущий, для которой он тот мужчина, о котором мы с вами мечтаем. Мы же как говорим, с этим-то я прошла, а я хотела рядом мужика. Но каждого мужика вырастила женщина, понимаете? И поэтому вы в своем мужике будете всегда видеть того, кого вы поднимали, подтирали, поддерживали, прокачивали, блин, я не знаю, делали с ним все, для того, чтобы он стал мужиком. И мужик в наших глазах, он всегда с другой семьи, с другой стороны, которому мы ничего не подтирали. Мы-то сами восхищаемся, кем? Посмотри на этого. Так этого точно так же делала какая-то женщина, точно так же, как и вы своего. Но мы же, блин, устали. Мы устали, потому что мы были вместе, потому что мы все это вместе делали, потому что, блин, мы видели друг друга в разных состояниях, точно так же, как и он. Вы часто говорите, почему он на меня не смотрит, как раньше? Да потому что он видел, как ты рожала, как у тебя отвисали сиськи, как у тебя отпадала писька. Простите, пожалуйста, если вы там вместе были в роддоме, потому что он видел тебя крашеную, не накрашенную, с прыщами, блин, болеющую, разную. И он не всегда способен увидеть в тебе ту богиню, которую видит мужчина со стороны. Он смотрит и говорит, блин, ты офигенная, ты крутейшая, ты шикарнейшая, и ты думаешь, почему, сука, мой так на меня не смотрит? Ну вот так это происходит, понимаете? Это похоже на историю про то, когда, знаете, совершеннолетие, или там взрослый мальчик уже вырос, или девочка, и вот сели все за столом, и вдруг мама приносит фотографии, а он со своей девушкой сидит, и она показывает, как он там с писюнчиком загорает, и она там ему писюнчика, не знаю, мажет зеленкой. Ну то есть, понимаете, разрыв шаблонов, типа он говорит, мама, блин, что ты делаешь? Ему стыдно, он зеленеет, а мама говорит, смотри, Наташенька какой он, он не хочет, чтобы Наташенька видела его таким, вот что происходит. Поэтому, принимая во внимание все эти вещи, включайте свой мозг и понимайте, что очень часто история не про предательство, не про то, что кто-то кого-то, кому-то, нет, мы просто люди, мы просто люди, и мужчинам, и женщинам иногда это все остачертевает, и иногда хочется банально свежего взгляда, иногда хочется банального восхищения, иногда банально хочется, чтобы это было. У меня, например, есть грешок. Я люблю комплименты мужчин. Молодых, старых, красивых, успешных, разных. И одно время у моего мужа у нас был серьезный конфликт на этой почве, и у меня было самобичевание, и мой муж меня, ну, мягко говоря, не очень в этом поддерживал. Но в какой-то момент я поняла со стороны, что мне тоже нравится, когда на моего мужа смотрим, потому что это позволяет, во-первых, моему мужу поддерживать в себе мужчину, мне поддерживать в себе женщину, моему мужу знать, что я востребована в глазах других мужчин, а это важно, чтобы ваш мужик видел, что у других мужчин текут на вас слюни. Текут на вас слюни. И это важно, когда я знаю, что на моего мужчину у других женщин тоже текут слюни. Как найти в этом всем компромисс? Хэ-зэ. Это очень индивидуальная работа, которую вы должны провести самостоятельно. Коуч тут вряд ли поможет. Но вы должны об этом знать. И если все-таки в вашей жизни происходит вот это детонирующее, вот такое вот бах, подумайте о том, что я сказала. И скажите себе, это потрясающая возможность сейчас стать для кого-то самой классной желанной, а прежде всего для себя. Посмотреть на себя уже не с позиции, потому что когда мы находимся в отношениях, особенно кризисных, мы все время живем, он у нас склоки, мы живем где-то там, мы не в себе живем, нам некогда в зеркало посмотреть. Мы начинаем сразу же, да я самая лучшая, да я для тебя столько, у нас все в обвинениях. А когда это прекращается, просто посмотрите, пойдите на себя и скажите, ну самое время мне заняться тем, чем я всегда хотела, чего я хотела, мне сейчас ничего не мешает. Какой я хочу быть в этих новых отношениях? Какой я хочу быть? Иногда мне даже кажется очень привлекательным какие-то отношения новые, новые. И я бесконечно рада, что в моей жизни это первый брак, я у своего мужа третья жена, я этому тоже рада, но что отношения это у меня не первые, потому что если бы я не имела возможности все это сравнивать, переваривать и иметь опыт предыдущих своих романов, сегодня я была бы совсем другой Олей, и вполне возможно, мой бы брак не продлился так долго. Я не знаю, сколько он еще продлится, но всегда или не навсегда. Я не хочу со своим мужем строить отношения навсегда, просто из принципа навсегда. Я хочу строить с ним отношения, в которых нам интересно, в которых нам интересно вместе развиваться. Это ключевое, потому что как только кто-то из нас, не дай Бог, превратится в жертву этих отношений, который будет идти в другую сторону, а второй будет во что бы то ни стало стараться вернуться, его у нас же дети, чувство вины навешивая, все что угодно, я не хочу, честно вам скажу. Вдохните в себя любовь, наполнитесь ею и себе самой оставляйте, все взяла себе. Да, хорошо. Сейчас прямо это сделаю. Итак, давайте все-таки вернемся, пока у нас еще есть чуть-чуть времени. Новые возможности, которые дают нам огромные проблемы. Я думаю, что каждый из вас сам подразумевает нечто под огромной проблемой, что это может быть. Но я хочу, чтобы вы помнили, что первый вопрос, который вы должны себе задать, какую возможность мне это дает. Именно такие ситуации, которые у нас из почвы из-под ног достают и дают нам возможность кардинально изменить свою жизнь, так, как мы не в состоянии сделать, пока с нами это не произойдет. Я из тех людей, которые умеют сами создавать себе цели, планы, задачи и идти к ним. Я из тех людей, которые повышают себе планку и могут загонять себя в некомфортные ситуации. И в принципе я регулярно это делаю. Но таких людей мало. И именно поэтому изменения в жизни большинства столь незначительные. Именно поэтому мало кому удается за год совершить квантовый рывок, скачок в своей жизни. Именно поэтому мало кто рискует. Потому что для большинства людей мы воспитаны так, общество так интересно воспитано, что человек работает 150 тысяч лет за небольшую зарплату, но еще с перспективой пенсии это то, что меня вообще забавляет. То есть человек держится за работу государственную, потому что у него будет пенсия, за эту книжку какую-то, не помню, как она называется, все время забываю. Зачем жизнь настолько насыщенная и яркая? Если вы хотите действительно в этой жизни срывать джекпот, уберите с себя поводок, разорвите его от ошейника. Вот так вот, как у меня, у меня тут телефон висит, просто сейчас он стоит. Разорвите этот ошейник и снимите с себя. Вбросьте себя в океан бесконечных возможностей. Не нравятся ваши отношения? Валите. Не надо сейчас думать, как я буду. Вы непременно найдете выход, если вы поставите себе такую цель. Если вам не нравится ваша работа, увольняйтесь. Если вы понимаете, что вы занимаетесь бизнесом, который не бизнес, который не приносит вам ни денег, ни удовольствия, примите наконец-то это решение, закрыть его без страха, что о вас скажут другие люди, знакомые, конкуренты, что о вас подумают. Да плевать. По большому счету всем на вас плевать. Вы должны это понимать. И вам должно быть плевать на мнение, потому что это все не имеет значения ровным счетом никакого, кроме того, что вы ощущаете, кроме этого сумасшедшего полета. Вы знаете, я прыгала с парашютом, летала на дельтапланах в своей жизни, и я вам могу сказать, что я прекрасно помню с веревки, с моста, когда, какой страх, когда ты стоишь, вот попробуйте, вы можете прыгнуть, я думаю, у каждого в городе есть эта чудесная тарзанка, когда головой вниз с моста ты ныряешь. Какой невероятный страх, когда нужно сделать один шаг. Тебя парализует буквально, но какой кайф, когда ты его делаешь. Вы должны понимать, что дать себе шанс на то, чтобы жить потрясающей другой жизнью, вы обязаны. И чем хуже у вас сейчас, тем прекрасней, потому что у вам, в отличие от других, вообще нечего терять. Люди, как я уже говорила, живущие на 5-7 баллов из 10, которые оценивают свою жизнь так, гораздо реже делают шаг в пропасть, чем те, которые остаются на единице. Поэтому иногда это просто необходимо делать. И я каждый раз благодарна себе, прокручивая свое прошлое, что я рисковала, делала это и продолжаю делать это сейчас, и буду продолжать это делать. Потому что это невероятное ощущение. Вы должны понимать, что, как я уже говорила, нашу жизнь формирует наши мысли. И чем более мы чувствуем себя жертвенными, несчастными и живем в проблемах, тем меньше шансов от слова совсем мы оставляем себе для этих изменений. Поэтому нам это необходимо. И одно из главных, один из главных пунктов, которые помогают нам в этом, это когда мы начинаем работать над вопросом, а какую жизнь я вообще для себя хочу. Ведь это является невероятным большим вопросом для 95% людей. В марафоне «Рерайтер жизни», который я веду, ключевой задачей у нас первой, первым этапом является написание книги своей жизни, где мы с помощью моей специальной методики пишем по главам, описываем свою жизнь, описывая в ней все. И вот вы знаете, это удивительно, но когда ты разрешаешь людям мечтать, не ограничивая себя, то большинство людей сталкиваются с шоковой терапией, потому что их настолько ограничивает мозг, что даже когда ты говоришь, например, сделай размер своей ванной безграничный, человек по-прежнему не может раздвинуть стены и видеть свою ванную. Он не может представить, что она может быть в 10 раз больше. Просто не может. Мозг не дает эти вещи делать. Удивительно. И люди говорят мне, блин, капец, делаю медитацию один раз, второй раз, третий раз, не могу раздвинуть стены. Не дает. О чем это говорит? А это говорит о нашей внутренней блокировке, о том, что мы настолько все заблокировали сами себя. Общество заблокировало, мы сами заблокировали. Мы видим свой мир маленькой парадигмой в такой вот коробочке. А вы представьте себе, сколько стран, и вы можете жить в любой. Представьте себе, сколько богатейших людей в мире, сколько шикарных дорогих курортов, сколько, какое количество одежды самой красивой, сколько драгоценных камней, сколько мужчин потрясающих в этой жизни, сколько возможностей, сколько вообще всего вы можете в жизни делать. Представьте себе, этот же мир существует. Он вокруг вас находится, все это есть, все это покупается, всем этим пользуется. У вас есть бесконечное количество возможностей. Вы даже можете выучить 10 языков, представьте себе, а можете и больше. Вы можете все. Но вы в своей жизни, как с продуктовой тележкой, заходите в магазин, идете на знакомые полки, и берете один и тот же набор продуктов, для того, чтобы утром приготовить один и тот же завтрак. И говорите о том, что вам надоело, нечего есть, вы уже устали так питаться. И при этом, заходя в огромнейший супермаркет, где вы даже половины продуктов наименований не знаете, прям не знаете, вот если вы начнете читать баночки, вот зайдите и проведите следственный эксперимент. Посмотрите на, уж простите, рулоны туалетной бумаги, узнайте, что они бывают ароматизированные, мягкие, сколько шаровой бумаги у них есть. Посмотрите, почему они разные, вы офигеете, посмотрите, сколько масел стоит, начните в чем-то копать, и вы обалдеете от количества вариантов и разнообразий, и это касается всей жизни. Но жизнь ваша вот так выглядит, как она выглядит, потому что вы ее сформировали, и вы себя не расширяете, вы свой кругозор никак не расширяете, вы не задаетесь вопросом, почему та реальность, которая у меня есть, она у меня такая, а у Маши такая. Банальные объяснения, вроде Маша родилась в другой семье, не работают, не работают. Что вы знаете о взаимосвязи и создании мыслей и вашей реальности? Что вы вообще знаете? Посмотрите, какое количество книг на полках, и начните открывать хотя бы аннотацию, и посмотрите, как много всего открыто изучено, вы будете поражены. Попробуйте для себя создать какой-то новый вариант жизни, новое расписание, новый график действий, новые занятия, пойдите запишитесь на секцию, название которой вы не знаете, и вы обалдеете от того, что ваша жизнь уже из-за этого начнет нести изменения. Но жизнь так или иначе все равно вносит изменения и коррективы. И эволюция, развитие – это естественный процесс. И вы должны запомнить очень простую вещь, что сейчас мы живем в то время, когда изменения становятся очень быстрыми. Не буду сейчас вас пугать разными вещами, которыми я буду вас пугать позже. Сейчас не буду. Я скажу вам так, что если вы сами не вносите в свою жизнь ничего нового и не развиваете свой мозг, то жизнь будет подсовывать вам те самые критические ситуации, которые будут заставлять вас опускаться на цифру 1 и менять в своей жизни все к чертовой матери. Болезни в таком количестве, как они сейчас приходят, не приходят просто так. Потому что болезнь прекрасно знает, что когда человек становится перед вопросом жизни и смерти, он начинает действовать. Но неужели вы сами не можете себя заставить действовать? Неужели вы сами не можете найти для себя мотивацию к изменениям? Просто ответьте мне на этот вопрос. Я лично очень сильно, когда начала изучать этот момент, и увидела количество вообще. И заметьте, пандемия тоже не просто так пришла именно сейчас, в таком массовом масштабе. И не просто так. Одни люди проходят это очень легко, а другие не проходят это. Это тоже связано. Не буду сейчас опять-таки подключать информацию вам про все изменения, которые происходят в частоте вибраций человека и земной коры. Но тем не менее, все это имеет связь. И мой посыл к вам очень простой. Радуйтесь всему, что с вами происходит. И если с вами произошел катаклизм, если с вами произошел перец чили, используйте это как возможность для создания чего-то нового. Прямо вот если это произошло, скажите себе, ух, ну все, наконец-то, я сам не мог, спасибо. И начните тут же достаточно быстро искать и открывать те возможности, которые эта ситуация вам несет. И вы увидите, что на самом-то деле к вам пришла помощь, а не наказание. Это очень и очень важный факт. Просто помните об этом. Я в свою очередь буду сейчас заканчивать свое повествование, потому что мне нужно забирать ребенка. Я хочу вам напомнить о простом моменте, который звучит следующим образом. В феврале, 1 февраля, если я не ошибаюсь, стартует мой, скажем так, последний на данный момент поток марафона Рерайтер жизни, с помощью которого вы сможете гораздо глубже и больше разобраться с собой, со своими желаниями, написать книгу своей жизни и начать понять, каким образом все, что находится здесь, связано с вашей реальностью, а самое главное, как благодаря внутренним изменениям вы можете изменить свою жизнь. В марте потока не будет. Я беру академный отпуск, паузу, поэтому я вам очень рекомендую присоединиться, тем более, что сейчас у нас только открылись продажи на февраль, и у нас сейчас максимальная скидка минус 50%, поэтому вы можете этим воспользоваться. Я никого не зазываю, у меня нету такой истории, купи-купи, это офигенный продукт. Я очень горжусь тем, что я делаю, я безумно люблю то, что я делаю, и как я всегда говорю, люди, которые приходят и попадают ко мне, попадают не случайно. И если я для вас перчик чили, если вам застреют в горле мои матерные слова, если я вас цепляю, если я вас раздражаю, то, скорее всего, вы не придете на марафон сейчас, но вы придете позже, тогда, когда вы поймете, что без этого перчика чили вы больше не можете жить. Я очень прямой человек, потому что я не люблю врать. Я считаю, что люди, которые говорят толстой девочке, что она симпатичная, и ничего страшного, что она толстая, это родители сволочи, которых нужно расстреливать. Я считаю, что когда мы врем другим и говорим, что ой, да ничего, да-те-те-те, мы в этот момент не являемся друзьями. Я считаю, что если твое мнение не спрашивают, лезть не нужно, но если спросил, то нужно иметь смелость сказать человеку правду, потому что это даст ему возможность изменить. Когда-то, когда мне было 17 лет, 18, мужчина, важный в моей жизни, сказал мне, что я жирная свинья. Он мне так и сказал, ты красивая девочка, но ты жирная свинья. Я благодарна ему, потому что с тех пор прошло много лет, я родила двоих детей, но я пообещала себе, что я больше никогда не буду жирной свиньей. Я благодарна каждому, кто однажды цеплял мое самолюбие и говорил мне правду, потому что это позволило мне сделать и создать себя такой, какая я есть. Я безумно люблю жизнь, я безумно люблю людей, я безумно энергичная, но при этом у меня есть дисциплина и сила воли, а это одни из главных качеств, без которых в жизни достичь того, чего ты желаешь, нельзя, потому что дисциплина, она должна быть. И я безумно благодарна, что сегодня я могу проживать эту жизнь на максимуме, что сегодня я могу не бояться кризисов или чего-то еще, потому что я обожаю то, что я делаю, я знаю, что в какой бы ситуации я ни оказалась, я всегда найду выход, и я знаю, что у меня есть огромное количество людей, которым я могу помочь, и поверьте, это наполняет мою жизнь очень и очень. И я сильно хочу вас этим заразить, поэтому я благодарна всем, кто посмотрел этот эфир, я буду вам еще больше благодарна, если вы не пожалеете минуты, и после того, когда я публикую этот эфир, я его хочу сохранить в ленте, вы напишите несколько слов, кто его посмотрел, для того, чтобы другие люди тоже понимали, стоит его смотреть или нет. Я называю это платой за эфир, который я выдаю с, мне кажется, очень неплохим контентом, абсолютно бесплатно, и с искренним желанием вам помочь. Спасибо вам всем большое, я вас жду на рерайтере, я вас жду у себя в ленте, я бесконечно рада всем своим новеньким, прибывшим, бесконечно рада всем своим рерайтерцам, и кто смотрит меня долго. Помните о том, что локдаун в Украине сейчас идет, это прекрасная возможность для того, чтобы поработать над собой, работайте над своими мыслями каждый день, постоянно фильтруйте то, о чем вы думаете, и находите во всем возможности, и поверьте, вы достигнете гораздо больших результатов и высот, нежели, чем все остальные. Обнимашки!